Продолжение следует... Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня, я думаю, что мы начнем такую серию передач, которые посвящены новым направлениям национальной индустриальной политики, которую декларировало Министерство экономики. И это тоже один из компонентов плана восстановления нашей страны, экономики ее после пандемии. И вот сейчас активно обсуждается направление этого плана, обсуждается распределение денег. И предусмотрено, ну как я поняла, шесть заседаний комиссии, профильной комиссии Сейма по этому вопросу. И мы пригласили прокомментировать эту ситуацию, рассказать о том, как видится из парламента восстановление нашей экономики депутата Сейма от партии Согласия Ивара Зариньша. Добрый день, Ивар. Добрый день. Я надеюсь, меня слышно хорошо. Да, вас слышно хорошо и видно хорошо. У вас прекрасная заставка, заснеженная сиглда. Это просто приятно смотреть. Значит, ну Ивар Зариньш, я хочу, может быть, немножечко проинформировать наших радиослушателей, напомнить им о том, что это человек, который, может быть, один из наиболее профессиональных экспертов в нашем парламенте по темам, касающимся экономики. Это человек, который фактически разоблачил и поворачивает вспять аферу СОИК с обязательной компонентой закупки зеленой энергии, за которую мы все уже заплатили более 2 миллиардов евро из карманов наших жителей. И, конечно, кому как не ему прокомментировать вот новации в экономике, которые предлагаются в данный момент. Ну, Ивар тоже поделился с нами информацией, которая уже обсуждалась в СЭИМе, и, в частности, заключениями так называемых социальных партнеров. Это ассоциация предпринимателей, ассоциация работодателей, конфедерация работодателей, объединенный совет профсоюзов, которые тоже как бы подключены к обсуждению этих планов. Однако же, ну, их мнение о том, как правительство видит выход из ситуации оздоровления экономики, колеблются от скромно скептических до радикально скептических. Вот, и мы обо всем об этом поговорим. Сегодня мы работаем в прямом эфире, приглашаем вас звонить, задавать вопросы Ивару. Но, прежде всего, я хотела бы спросить и узнать ваше мнение о том, насколько, ну, рационально составлен вот этот план и направление национально-индустриальной политики. Что вам в этих документах кажется, ну, позитивным, реальным, а что не очень реальным и подверженном критике? Ну, наверное, чтобы нашим слушателям лучше было понятно, наверное, надо объяснить, что сейчас на данный момент вообще происходит и почему именно сейчас этот диалог, вот, дискуссия об этих всех вопросах так важна. Ну, на самом-то деле, планов у нас, как всегда, было всяких много. У нас есть план национального развития, сейчас есть вот этот план национально-индустриализации, и там сейчас еще многие другие планы поспевают. Но что сейчас важно, самое наиболее насущное и актуальное, это то, что сейчас связано с теми комплексами мероприятий, которые производятся для того, чтобы помочь государствам Евросоюза, экономикам Евросоюза выходить из этого так называемого ковид-кризиса или приготовиться к этому выходу. И я, наверное, понимаю, что, наверное, нам стоит в нашей передаче сейчас фокусироваться больше именно на этом аспекте, потому что то, что наиболее действительно сейчас актуально, то, что реально сейчас происходит, где действительно реально необходимо приниматься вот этими решениями, которые тогда, на основе которых тогда дальше будет уже основываться этот наш выход из этого кризиса. Понимая, что это системный кризис на уровне Европы, начались создаваться конкретные инструменты, как помочь государствам Евросоюза выходить из этого кризиса. То есть так называемые программы возобновления, рестарта экономики. И чтобы это сделать, понятно, что нужны финансовые ресурсы. И вот каждому государству будет определяться определенный объем ресурсов, который будет именно для этой цели. И что здесь значимо надо отметить, что это не только будут кредитные деньги, то есть не только выгодные кредиты, но и гранты, то есть деньги, которые не надо будет возвращать. И примерно доля вот Латвии, если посмотреть вот в этой программе, чисто в финансовых цифрах, да, в денежных суммах, то примерно это, так грубо, 2,5 миллиарда – это займ, который нам предлагается, и почти 2 миллиарда грантов, то есть денег, которые мы можем тратить, не возвращая. То есть вот это тот объем. Дальше даны примерно такие… Ну, Европа очертила примерно, грубо говоря, как они должны распределяться. Есть определенный объем процентов, которые должны идти на так называемую зеленую экономику, там примерно 37%, я сейчас могу наизусть… Да, да, да. …процентов не вспомнить. Потом на дигитализации там 20%. Уменьшение неравенства. Да, да, там есть вот эти все вещи. Это просто говорю, чтобы было понятно, что есть и какие-то условия, под которые эти деньги даются, и направления, в которые не должны управляться. Но потом дальше уже разрабатывать конкретные проекты вот в этих руслах, которые там определены, что мы должны делать, то это уже дело нашего правительства, нас самих, чтобы развивать дальше уже конкретно идеи, проекты, которые мы будем этим финансировать. И тут начинается вот, как всегда, начинается вот эта загвоздка проблематики всей, да. Как это сделали у нас? То есть политики, то есть там правящие партии создали свою политическую такую группу вместе с чиновниками, стели и порешали, как они это будут делать. И когда они это сделали, и когда вот это увидели, потом уже и социальные партнеры, ну, возникло много обоснованных вопросов. И одно такое, действительно, которое сразу всех расстроило, и действительно, ну, социальных партнеров, то есть те социальные партнеры, это, значит, те, которые, вот, организации, предприниматели, ассоциации и так далее, то есть все те, которые реально должны будут зарабатывать эти деньги. Первый вопрос, который они задали, сказали, ребята, ну, а как вы тут распределили эти деньги? То есть из всех этих денег, если так грубо говоря, 82% из всех этих денег политики, чиновники распределили, что они сами будут распределять через вот эти государственные закупки. Паш Валдейбус или государственные. И только 18% остается... На предпринимателей. На предпринимателей, да, что они, то есть, чтобы это реально шло вот в сферу бизнеса, который вот реально вот занимается, скажем, экспортом. И должны заработать деньги для того, чтобы вернуть кредиты. Ну да, вот, ну, примерно так. Мы очень-очень проницательны, да. Да. Именно. Я как будто к этому хотел так постепенно подвести вот этот абсурд, который сейчас происходит. Но мы уже как будто уже подошли к этому всему. То есть, да, действительно. Значит, в чем проблематика? С одной стороны, очень хорошо, что нам донят деньги. С другой стороны, и то, что говорят нам чиновники, политики говорят, да вы не расстраивайтесь, ведь эти 80%, которые мы будем распределять, они же все равно пойдут вам. То есть, все равно это будут закупки какие-то, какие-то постройки и так далее, и так далее. Ну, конечно, не все деньги. Там, если кто смотрел, то там мы видим, что очень много денег, они идут просто мы будем закупать технологии или оборудование, или там машины из других государств. То есть, на самом-то деле, деньги уйдут финансировать, помогать производству других государств, других экономик. Это вот как пример, вот сейчас наглядный пример один такой, что мы как будто помогаем своему Air Baltic, да, которому там, ну, это другое финансирование, да, которое мы из своего бюджета финансируем 250, больше, чем 250 миллионов дали, но на самом-то деле, это не помощь Air Baltic, это не помощь нашей экономике. Эти деньги уходят на финансирование, постройку новых самолетов, которые идут совсем в другие экономики, да. А мы говорим, да, вот мы помогаем своему Air Baltic, да. Вот и, к сожалению, и здесь наблюдается тоже такая тенденция. Вот то, что, то, что важно понять, и то, что не поняли те, ну, тот детский сад, который распределяется этими деньгами, я имею в виду наше правительство, те люди, которые правительство назначило по распределению этих денег, они понимают то, что если вот эти деньги, а мы говорим про миллиарды, которые все-таки, ну, довольно существенные, важные финансирования нашего, для нашей экономики, если их неправильно, скажем так, вбухать в какие-то отрасли, то мы, это может быть такой еще попараллельно негативный эффект, который может создать, что, ну, к примеру, возьмем параллельно, скажем, один конкретный насчет дигитальной трансформации, что государство хочет сделать заказы вот для госуправления дигитальной трансформации 150 миллионов, да. И представьте, если эти деньги сейчас пойдут на эту отрасль, то ясно, что эти проекты, то есть те, которые будут, компании получат эти проекты, они будут конкурировать за рабочую силу, за наших специалистов, программистов с теми компаниями, которые работают на экспорт, которые такой жирный кусок, возможно, они-то работают в конкретных условиях, они должны конкурировать, их продукт должен быть конкурентоспособным не только технологически, но и финансово, то есть экономически, да. И тут приходит такой жирный кусок, и вот, и отрасль, конкурентоспособность и продуктивность отрасли, это может очень сильно деформировать, если неправильно это распределить, потому что, ну, те компании, которые будут работать на внешний рынок, которые не будут создавать вот этот продукт, который мы можем экспортировать, за который мы будем получать деньги, они не смогут конкурировать, да. Вот такой нюанс, это такой важный нюанс, да. Игорь, ну вот, смотрите, вы вот, я хочу немножечко вернуться к тому, что вы уже сказали. Ну, первое, что вы назвали детским садом компанию, группу, которая разрабатывала эти планы и думала, как распределять деньги, я бы все-таки не была столь снисходительна к ним, к этим людям, потому что я думаю, что это не просто, ну, недомыслие какое-то, когда люди вот таким образом пытаются перераспределить деньги в пользу государственных и муниципальных заказов, а это может иметь под собой вполне прямой коррупционный риск, потому что на самом деле, да, государство и самоуправление, они развивают инфраструктуру и так далее, но они не создают новых ценностей, которые позволили бы государству выплачивать долги и реально наращивать свою конкурентоспособность на внешнем рынке. То есть, ну, налицо, может быть, какая-то вседозволенность правящей коалиции, и, ну, такое впечатление, что они просто обалдели от тех возможностей, которые им вдруг предоставляются, и у них крыша поехала, ширма закрылась, и они думают, а, давайте, 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 сейчас мы срочно-срочно надо пилить. Вам так не кажется? Ну, конечно, там, где большие деньги, там всегда и большие риски, и коррупционные, конечно, это с этим, ну, мы должны считаться. Думаю, что здесь, да, больше компонент то, что люди, которые сейчас должны вот этими процессами управлять, решать, у них просто не хватает компетенции, вообще понятия. И это больше отдано во власти чиновников, а чиновник это уже решает, каким выгоднее, каким легче это все распределить, да, с одной стороны, с другой стороны, ну, нельзя сказать, что, ну, не стоит эти деньги тратить и на вот эти публичные закупки. Конечно, и там есть проблематики, которые надо решать, и если правильно и умело ее решать, то и там деньги надо вкладывать. Ну, к примеру, да, скажем, если мы хотим развивать те же самые вот инновации, там, новые производства, то можно это делать, одно вещь, как это можно помогать, что вот в определенных, как это делают некоторые уже самоуправления, то есть развивать специальные территории, где вот этому инвестору легче зайти и начать свой бизнес. Ну, индустриальные парки вы имеете в виду, да? Что? Индустриальные парки. Ну, примерно, индустриальные парки, да, что для каждого бизнеса необходимо, да, для каждого бизнеса необходимо, чтобы там была дорога, чтобы там были электрокоммуникации проведены, да, там, вода, возможно, там, электричество, определенный дом, там, инфраструктура построена, да, и, в общем-то, это то, что можно уже создать, то есть самоуправление можно сказать, вот, видите, у нас готовое место, у вас есть бизнес-идея, вы хотите что-то производить, вам не надо уже тратить свои ресурсы на то, чтобы, там, проекты согласовываться с нами, там, чтобы мы могли провести, там, необходимую, там, железную дорогу или просто пути, или, вот, там, необходимое подключение электричества, это все, это все морока, да, мы все это для вас решили, вот, просто приходите, ставьте, там, что вам еще надо, вам надо, чтобы мы подготовили, там, такие-таки-то, там, квалификации, таких рабочих сил, нет проблем, вот, у нас уже готовы, там, там, вся необходимая инфраструктура и для этого, чтобы обучить людей, чтобы вы, вам все, что было, просто приходите и делайте, Потому что здесь эта синергия может быть, но пропорции нереальные. То есть если на это все 82% уходит, а остальное вот на то, чтобы помочь реально, вот реально вот бизнесу, да, там с инновациями и так далее, это только там эти 12, получать 18% из этого всего, ну тут что-то совсем не в порядке. Слушайте, ну вот хорошо. Я думаю, что тут главная вина действительно политиков, потому что чиновники, у нас не такие уже плохие чиновники, да, там у нас действительно есть люди компетентные, особенно, скажем, там министерство финансов, да, которые там это разрабатывали, это ребята, которые уже проходили, проходили уже и предыдущий опыт предыдущего кризиса, да, то есть отличие от политиков, которые действительно реальный детский сад, да. Ну вот и потому что вот нет этих ясных политических установок, мы получили вот то, что сейчас получили. И то, что вот сейчас вот удалось мне сделать, это актуализировать, чтобы эти дискуссии начались в парламенте, потому что видно, что на уровне правительства там они ничего не могут решить, там действительно детский сад. Вот сейчас на уровне парламента, вот сейчас мы действительно начали это рассматривать в своей комиссии народного хозяйства, да, привлекли социальных партнеров, вот эти ассоциации предпринимателей и так далее, чтобы здесь начался уже реальный диалог, дискуссия, чтобы мы видели, ну где эти изъяны и перекосы, да, которые надо исправлять, чтобы это и увидели и правящие политики, и, скажем, чиновникам тоже должен был бы дан сигнал, что же надо подправить. Так что работу мы реально делаем, не просто, скажем так, критикуем, но и видя, что вот наши правящие, ну, действительно детский сад, который ни с чем не может справиться, вот ковид это наглядный пример, да, вот те, как решение принимаются, я думаю, это такой, можно сказать, очень хороший урок для нашего общества, чтобы сделать выводы, ну вот, как же наше государство управляет, с какой компетентностью и с какой мощью, скажем так, политической. Ивар, ну, мы все знаем, что сейчас рейтинг правительства как никогда низкий и критики столько, сколько звучит в общественном пространстве в адрес этих людей, наверное, никогда столько не было. Но все-таки вот с вашей точки зрения, когда вы их называете детским садом, в чем там дело? В недостатке жизненного опыта, в несоответствии полученного людьми образования тем функциям, которые реально им поручаются? В чем дело? Я могу объяснить, это будет уже не столь экономический аспект, но, я думаю, все равно интересный и важный аспект понять, в чем же проблематика нашего государства, почему, ну, почему вот так получается, что вот все могут, там даже литовцы и эстонцы, они могут принимать нужные решения, да, а мы не можем, да. Мы сейчас уже отстаем не просто от Европы, мы уже отстаем все больше и больше и от Литвы, и от Эстонии. И вот почему у нас получается так, что вот действительно вот этот детский сад. Повод очень простой. Тут надо понять вообще, как работает, скажем так, демократический строй, когда он эффективен. Это вот по аналогии вот с экономикой, поскольку у нас сегодня такая экономическая передача, да, то, скажем, тоже можем вместе вот с нашими слушателями поразмыслить и вместе прийти к пониманию вот этой ситуации, в чем проблема. То есть, если мы посмотрим по аналогии с экономикой, да, что на рыночной экономике важно, чтобы вот качественный был товар, качественные услуги. Это конкуренция. Это когда на рынке есть несколько компаний, которые между собой конкурируют, кто же получит этого клиента, кто же получит возможность предоставлять свои услуги. Если конкуренции нету, если на рынке остается только один, то он особенно не должен волноваться о том, какое качество его услуги, все равно вы все будете у него покупать, все будете у него, скажем так, ну, будете обязаны ему, да. И это то, что случилось, то же самое в демократическом строю, чтобы демократия реально работала как эффективный инструмент управления государством, тоже нужна эта политическая конкуренция. Когда, с одной стороны, то есть, есть возможность, когда есть вот эта возможность политического выбора, да, когда, с одной стороны, есть несколько политических сил, которые между собой конкурируют своими идеями, с другой стороны, есть общество, которое может свободно выбирать себя более выгодное, более то, что она верит, что это будет ей лучше, да. И на своем личном опыте потом может убедиться, это работает или не работает. Что случилось в Латвии? В Латвии, благодаря так называемым красным линиям, которые были начерчены, сделано сейчас на нас так, что у нас реально такой полнокровной политической конкуренции не происходит. Все время, кто бы ни выигрывал выборы, то есть, его никогда не пригласят составлять правительство, то есть, правительства всегда будут составлять все одни и те же самые силы, да, ну, с минимальными, с минимальными изменениями, да. И получается так, что в результате демократия не работает как эффективный механизм в нашем случае, потому что те политические партии, которые находятся у власти, им неважно выполнять свои политические обязательства, их невозможно сменить, потому что у нас образовывалась такая как бы монополия власти. Я бы назвал такой, если говорить аналогиями экономическими, то картель, такой картель власти, когда определенные партии держат большинство, даже, скажем так, им даже не надо держать большинство, есть определенные партии, которые держат большинство в правительстве, в правящем, скажем так, полиции, да. А все новые, которые есть, они должны просто подстраиваться под ними, если они хотят там вообще быть, да. И в результате мы получаем то, что партиям, уже тем партиям, которые в власти, им не надо стараться выполнять свои условия. Им важно, чтобы на выборы они могли максимально обмануть своих избирателей, просто, ну, надавать всякие и всякие обещания, мы знаем. Или запугать образом врага, да, это тоже хорошо работает у нас. Ну, это само собой, но я просто говорю о том, что, хорошо, они могут пугать, но, предположим, есть враг, да, и вы пугаете им, что действительно это враг, да, предположим, да. Но важно, что вы дальше сами делаете. Вы-то обещали что-то, ребята, вы это выполняете или не выполняете. А в этой ситуации, когда в демократии очень важно что? Чтобы была сменимость власти. Если я плохо работаю, меня могут смести. Если меня идет то, кто может сделать лучше. То, что сейчас сделано в нашем государстве из-за этих красных линий, образовалось, как что я говорил, манипулией власти. То есть, те ребята, которые находятся у власти, они могут делать что угодно. Или вообще могут ничего не делать. Они могут обещать и не выполнять свои обещения. Они все равно останутся у власти, если они между собой, если они бы с собой договорились, то они будут вместе. Ну да, яркий пример, это партия «Новое единство», да, которая кое-как преодолела 5-процентный барьер на выборах в Сейм, а потом получила пост премьер-министра. У нас есть звонки, давайте послушаем, что нас спросят наши радиослушатели. Добрый день, мы вас слушаем, говорите. Добрый день, здравствуйте. Во-первых, я хочу сказать, что ваш гость последними своими фразами сказал все абсолютно правильно, идеально правильно. И показал, что наше правительство – это далеко не детский сад, да, в детском саду думают по-другому. А вопрос я ему хочу задать следующий. Иван, вы такой разумный человек, который теперь, к сожалению, редко приходит на радио «Балком». Скажите, вот ваше отношение к Райл-Балтике, к структуре, которая собирается освоить около 7 миллиардов, и которая до сих пор не знает элементарных вещей, сколько будет стоить билет, как можно осваивать 7 миллиардов. И ваше отношение. Спасибо. Да, спасибо, да. Поможет нашему оздоровлению Райл-Балтика? Ну, значит, по Райл-Балтике, да. Во-первых, если меня радио «Балком» чаще будет приглашать, я чаще буду приходить, конечно, никогда не отказывая от этой радиостанции, потому что действительно здесь очень интересный формат дискуссий и действительно очень компетентные слушатели. И я с удовольствием всегда прихожу здесь и делюсь своим опытом, своими знаниями. Если мы говорим про Райл-Балтика, действительно, это такой совсем неоднозначный проект, и в свое время, когда он начинался, я уже тогда указал на кучу несоответствий в связи с этим проектом. То есть изначально эти оценки были, что этот проект будет стоить примерно 3,5 миллионов. Так что сейчас мы знаем, что уже цена перевысла миллиардов, да, то есть сейчас цена уже перевысла 5 миллиардов и идет все дальше и дальше. И что было интересно? Ну, я начал действительно ознакомливаться с этим проектом, компетентно его рассматривать. И, в общем-то, то, что я открыл, то вот те решения политические, которые принимались по этому проекту, они вообще не опирались на реальную какую-то экономическую оценку. Те документы, о которых отговаривалось, что вот мы на основании вот этих документов сейчас принимаем это решение, это было такое предварительные экономические расчеты, да, при этом открыл кучу, кучу вообще уже ошибок, несоответствий, которые показывали, что этот проект, он больше как экономический, он несостоятелен. Это было уже видно в то время, что он несостоятелен. Это больше такой геополитический проект. Чисто экономический, действительно, для Латвии, для Латвии, там, во всяком случае, тогда, когда я рассматривал все эти расценки, там не было обоснования, что он может быть экономически выгоден. Ну, к примеру, чтобы вы вообще поняли, чтобы вообще подогнать эти цифры, показать, что там есть какой-то экономический смысл, то в эти все, ну, скажем так, блага, которые будет нести этот проект, чтобы показать, что вот экономические какие-то плюсы, там были даже рассчитаны, насколько, скажем, уменьшится там СО2 или насколько наш, скажем, транспорт будет меньше стоять в пробках. И это все высчитывалось, сколько меньше бензина мы утратим, сколько меньше рабочих часов мы на это утратим. И вот это все монетизировалось после, скажем так, больше, чем 60% и вот благо этих экономических благ, вот таких, которые вообще напрямую не связаны с этим проектом, мне кажется, было больше, чем 60%. То есть вообще, то есть доходы, которые были включены, чтобы доказать, что этот проект будет экономически обоснован, были примерно реальные где-то 30% всего, то есть одна треть примерно, да, одна треть вообще из реальных доходов, а остальные две трети, они были как будто, так скажем, мне можно сказать, что вымышленные, но вот так, говорится, попил. Расчетные, расчетные выгоды, да, которые невозможно пощупать. Прямые, то есть непрямые, да, но, понимаете, нет, я не говорю, что все, нет, нам не нужен этот проект, я понимаю, это значение этого проекта, это не экономические, это действительно геополитические, там много таких аспектов других, но просто речь идет о чем, что нам-то как-то этот проект надо будет содержать, то есть хорошо, мы там воздух посчитали, насколько это хорошо, но из-за этого вот поддержать эти рельсы, операторы и так далее, там, это же все надо будет оплачивать, да, и если уже тогда, вот, когда я смотрел эти расчеты, там были неправильные расчеты, сколько будет людей, то есть там опять, как эти расчеты делались, исходя из демографии региона, какая она будет, исходя из этого, сколько, какой-то процент там будет пользоваться этой железной дорогой, да, и там уже тогда и уже показалось, что, ребята, ваши расчеты демографии отличаются на тот период, когда вот эта железная дорога будет работать на полмиллиона, то есть Латвии, скажем, если говорим про Латвию, жителей Латвии, там примерно прогнозировалось на полмиллиона больше, чем он реально будет, да, и то же самое насчет экономической активности, да, потому что железная дорога, зависимость от экономической активности, чем больше экономической активности, тем она больше эксплуатируется. Тоже все цифры не сходились. Вообще сразу я уже ловил, показал эти несоответствия и спрашивал, ребята, вы вообще кто-то смотрели этот проект? Потому что это настолько наглядно, что это нельзя, не было, не видно, да. А просто подписались на этот проект, потому что, как я и говорил, что здесь это не больше экономические, а больше геополитические компоненты этого проекта. Мы можем еще принять звонки по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9. И я хотела бы еще вернуться все-таки к этому плану восстановления, оздоровления и повышения устойчивости экономики. И вот конкретно Министерство финансов представило свои расчеты по распределению этого плана. Это 1 миллиард 650 миллионов евро, и конкретно все дано по распределению. Вот что меня как бы так немножечко напрягает, это мне кажется, что в этом плане под рамки Евросоюза обозначены, например, уменьшение неравенства. Подводятся программы, которые к этому уменьшению неравенства относятся как бы очень косвенно. Ну, например, в этом плане говорится, вот 330 миллионов евро на это уменьшение неравенства нужно потратить. Из этой суммы почти половина идет на автодороги 102 миллиона евро. На доступность жилья в регионах всего 42 миллиона евро, и какие-то социальные вызовы и образование тоже 102 миллиона евро. Ну вот, мне кажется, что под конечную, под итог задачи подгоняется решение, или это, я неправильно думаю так? Я думаю, что это это вот невинный из-за смысла, что это уменьшение неравенства, это нейроноправие, это больше как лозунг такой поставлен. Ну и под него, конечно, под подобранный, ну, тут можно сказать так, что чиновники довольно-таки креативно подходили к этому всему, потому что тут, нет, ну тут даже, может быть, даже можно сказать через такую позитивную призму, потому что то, что европа распределяет эти деньги, то есть то, что мы сейчас видим вообще, надо сказать, что это просто планы, которые не согласованы с Россией в Европе, это просто изначальные такие, ну, как говорится, проекты, как мы эти деньги можем потратить. И одну вещь, которую Европа сказала, она сказала, ребята, эти деньги вы не должны тратить на те вещи, которые вы должны финансировать через свой бюджет, то есть, которые вот, чтобы не было так, чтобы вы этими деньгами залатываете то, что вы должны были бы сами делать, да, и в общем-то, если, как мы знаем, денег у нас на дороге не хватает, если как-то чиновники нашли, как можно было бы, скажем, эти деньги использовать тоже и для дорог, что действительно важная вещь, да, ну тогда это, я думаю, не самое худшее, худший вариант, как действительно мы могли бы сами себе помочь, потому что действительно дороги все-таки, они дают, ну, скажем так, пользу, пользу для государства и для экономики, если у нас, скажем, можем провести дороги в какой-нибудь регион, чтобы там могли нормально... ну или хотя бы починить, да. Бизнес там свой сделать в каком-то регионе, то там от этого польза есть. Это то, как мы говорили, что я говорил изначально, что не надо говорить, что в инвестиции в публичный сектор, да, в дороге, инфраструктуру, что это не нужно, да, это тоже нужно, но просто нужно делать это в правильных пропорциях, да, и вот, и то, что вот, скажем, если мы говорим, вот то, что вы сейчас уже тоже так вот коснулись, то мы это распределение в Министерство финансов, то вот да, мы говорим про эти почти 2 миллиарда, и если мы посмотрим, сколько же конкретно идет на трансформацию экономики и вот это повышение продуктивности из этих 2 миллиардов почти, да там инновации и вот частные инвестиции в этот инновации, способствую инновации, это 82 миллиона. То есть из всей этой суммы вот реально вот то, что действительно где наложен был бы главный акцент быть, действительно вот как нам сделать нашу экономику более продуктивной, чтобы мы больше зарабатывали из этих 2 миллиардов 82 миллиона. Вот это мне кажется, вот это меня реально настораживает и реально огорачает, потому что это то, что та проблематика, которую я уже года объяснял уже из предыдущего кризиса, вот помните, когда был предыдущий кризис, наше правительство выступало с таким лозунгом, гордым, что вот у нас история успеха и вот вы вообще все, скажем так, никто в мире этого не понимает, а вот мы понимаем, вот они говорили, что вот история успеха, это чтобы мы выглядели фискально правильно, красиво. Вот если у нас будут самые фискально правильные цифры, то вот нас полюбят богатые инвесторы, сюда придут и у нас, как говорится, будет все в счастье, да, тогда я им объяснял, что ребята, это у вас не сработает, да, то, что максимально, что вы сделаете, это может финансовые какие-то спекулянты туда придут, банковский, там капитал какой-то, чтобы там ложиться, там может какое-то короткое время, но если мы хотим, чтобы у нас действительно была реальная история успеха, чтобы здесь были продуктивные инвестиции, то нам надо думать о том, как мы можем сделать свою экономику продуктивные, а продуктивные мы можем сделать именно через вот инновации, то есть, что мы не просто, то что у нас, вот в чем проблематика нашей экономики, где мы как будто застряли и вот никак не можем выйти из-за вот немощности наших политиков, которых не хватает понимания, то что мы долгое время старались зарабатывать что-то, делая более эффективно, то есть, делая больше, эксплуатируя себя больше, там, скажем, делая что-то с наименьшими затратами, вместо того, чтобы подумать, а что мы могли бы сделать более ценное, продать это дороже, да, то есть, совсем другой подход должен быть, и вот в этом, а чтобы что-то продать подороже, вы должны что-то придумать, какой-то новый, ценный товар, потому что просто так никто вам больше платить не будет, вы должны что-то новое придумать, и хватит как раз обычно больше за те товары, которые вот, вы что-то ценное, новое придумали, А это вот и называется процесс инноваций. С развязками, многомодальные. Отгадайте, о каких дорогах идет речь? О латвийских дорогах бред несут. Причем говорит всегда разумный человек. Андрис Берзинч, бывший премьер, бывший МЭС. То есть вы верите, что к 40-му году у нас будут дороги, как он выразился, лучше, чем в Германии? Понимаете, какой запредельный бред даже такой неглупый человек говорит? Значит, выпускают там, я договорю, выпускают там Кононову, но эта болтушка плетет, там вообще непонятно, что от лапе с волстыли. Там Линкес рассказывает сказки, это все понятно. Но просто вот конкретный пример. Дорогу в Юрмулу 20 километров. Половину дороги сделали. Но этот год прошлый был назван этими же болтунами годом дорог. Ну, о чем можно говорить, когда просто идет запредельное вранье, ложь? Еще раз, если Берзинс такую пургу несет. И вот вы сегодня общие фразы, мы должны, мы должны, мы это-то. Да никто ничего не должен. То есть они на дороге выделяют третью, четвертую часть от того, что выделяют ежегодно Литва и Эстония. Могу привести цифры. Транспортный налог, транспортный эксплуатации с Нодеглис. Только в Латвии существует в Европе. Только в Латвии. Только по одной позиции около миллиарда. Акциз у нас самый высокий. Каньет, вернет, транспортный налог. Там 8-10 позиций. Понимаете? Так что вот когда там вот сегодня вы так говорите, как-то сегодня я вот не очень доволен вашим выступлением. Потому что мы должны, да, много лишнего сегодня вы говорите. Неконкретного. Обычно у вас всегда-то точечно все. Ну, мы просто обсуждаем более такую программную вещь. Я вам привел конкретный пример. Юрманская дорога в прошлом году половина из 20 километров. И год назван годом дорог. Это, кстати, когда они дали деньги на медицину. Тот год был заглавлен годом здравоохранения. Понимаете, в каком перевернутом мире мы живем? Да. То есть если что-то говорить, ну, надо, наверное, говорить вот, значит, как-то более так, не мы сделаем, мы там широко откроем. Ну, весь этот бред просто. Сегодня как-то у вас очень все размыто, расплывчато. Понятно. Спасибо вам за вашу критику. Но я думаю, что мы господину Заревичу не должны высказывать такие упреки, что он там декларирует год дорог или год здравоохранения, а потом не выполняет. Он как раз старается, ну, наших правящих политиков немножко охолаживать и своими вопросами заставлять все-таки думать о том, что они говорят и о том, что они делают. Давайте еще один звонок послушаем последний. Давайте, ну, я отвечу на этот, если... Сейчас, подожди, Ивар, у нас звонок, радиослушатель на линии. Добрый день, говорите. Добрый день. Ну, Ивар, ну, он нормально рассуждает, все в порядке. Но он должен взглянуть к одной из ситуаций. Как у нас складывается, у нас разделенное общество. Латышская часть населения узурпировала власть, да. То есть общество разделенное. И не может быть никогда, потому что кормушку пополняют две части населения, да. В основном то русскоязычные пополняют, а сидят возле кормушки и делают, и деребанят эту кормушку. То есть латышская часть населения. И если вы посмотрите с точки зрения государственного сектора и работаете в самоуправлении, до 95% латыши. По соотношению к населению 40 русскоязычных и 60 латышей. О, какой справедливости может быть? И когда они откажутся от этой кормушки, и когда у нас это будет? Никогда не будет покамить, не вернуться к 1991 году, не извиняться перед населением, не дадут гражданство. И тогда начинается нормализация общества. И тогда начнется создаваться общество, и начнет контролировать ситуацию политиков. В остальном все это деградация. Ничего не может состояться. Как бы ни говорили, как бы ни рассуждали, мы только будем внешний долг плодить, и нам не будет никогда в будущем. Нужно вернуться к 1991 году. Спасибо, спасибо за ваше мнение. Извините, у нас время просто, программа подходит к концу, поэтому не могу больше давать радиослушателю высказываться. Я думаю, что проблема разделенного общества, конечно же, есть, но дело не в том, что... Она есть, она существует. Вот что дело, вы говорите, она есть. Ну что вы не хотите логически включить мозга? Мозга выключены в политику, и населению нужно думать. А вы говорите, вроде бы есть, что есть? Она есть, это однозначно откуда растут ноги. Отсюда надо идти. Вы же видите, что часть узороплённых... Да, понятно. Я думаю, что дело не в национальностях, и не в том, какой процентный состав в правительстве, а дело в том, насколько люди профессиональны. И я хочу вот здесь вот, может быть, напоследок сказать о том, о том хорошем предложении, которое высказала Латвийская ассоциация конфедерации работодателей. Они, ну вот на моей памяти впервые поставили так ребром вопрос о том, что каждое решение, которое принимает правительство, должно иметь инструменты контроля. И в частности, инструменты контроля эффективности. И для этого они предлагают сделать такую независимую систему мониторинга, поручив этот контроль либо экспертам Банка Латвии, либо учёному сообществу, научному сообществу. И я думаю, что это было бы очень неплохо для того, чтобы тот детский сад, который охарактеризовал сегодня у нас Ивар Заринч, немножечко образовывать и подтягивать до требований современности, потому что, ну реально, это страна, в которой мы все живём, и в развитии которой мы все заинтересованы. Я понимаю, что могут быть какие-то личные, корыстные интересы, но по большому счёту, ну как бы пропиливать дырки в лодке, в которой мы все плывём, наверное, это не очень разумно. Сегодня мы начали разговор о том, как латвийское правительство и парламент планируют в рамках намеченных Евросоюзом программ и планов реновировать, возобновлять экономику. Мы только приблизились, наверное, даже половины тех материалов, которые были заготовлены, не смогли рассмотреть вместе с депутатом Сеймой Иваром Заринчем, который сегодня участвовал в нашей программе. Спасибо, Ивар. Я думаю, что мы продолжим наш разговор. Радио Болтком всегда рада вас слышать. Вы наиболее профессионально, может быть, среди многих депутатов нашего парламента всё-таки рассматривайте, оценивайте, анализируйте темы экономики, и не только анализируйте, но и пытайтесь направить решение, которое принимается наверху, во власти в какое-то позитивное русло. В программе «Подоплёка» сегодня был депутат Сейма Ивар Зайевич от «Партии согласия». Спасибо, Ивар. Программу провела Людмила Прибыльская, звукорежиссёр в студии Евгений Копеин. До встречи в следующий раз. Вы слушаете радио Болткома.